Третья милицейская комбинированная эстафета – ровесница Дня Народного Единства, благодаря которому и появилось это спортивное состязание. Символично, что праздник объединяет белорусов, а эстафета – правоохранители Брещины. В спортивной феерии участие приняли 14 команд, в каждой по 13 спортсменов-сотрудников милиции области. Когда принималось решение о проведении такого мероприятия, как комбинированная милицейская эстафета, мы решили посвятить его тогда новому государственному празднику – Дню Народного Единства. И в этот год мы провели первую комбинированную милицейскую эстафету. Получился очень хороший почин, очень понравилось сотрудникам органов подразделений Брестской области, семьям понравилось, деткам, потому что кроме самого соревнования, здесь еще интерактивные площадки для детей, различные конкурсы. Ну, очень интересно, и это востребовано. Сама эстафета из себя представляет именно прикладное, служебное многоборье. Там исполняются именно те элементы, которые сотрудники применяют или используют именно в повседневной служебной деятельности. Поэтому мы сегодня увидим, как слаженно работают именно команды, подразделения. Церемония открытия милицейской эстафеты удивила неожиданным сюрпризом – зрелищным демонстрационным шоу под песню Брестской милиции «Храним традиции». Третья милицейская комбинированная эстафета состояла из десяти этапов сборки автоматов, заряжания боеприпасов, марш-бросок, эвакуация раненого, метание гранаты, служебный биатлон, полоса препятствий, водомет, велопатруль и силовая дуэль. Всего семь забегов по две команды. В такой напряженной борьбе, конечно же, готовились заранее. На данный момент будет проводиться милицейская эстафета. К данной эстафете готовились всем коллективам Пинского ГУД. Были отобраны лучшие сотрудники. Еженедельно проводились специальные мероприятия для подготовки к участию данной эстафеты. На данное мероприятие приехали также с болельщиками, то есть с родственниками, дабы поучаствовать. Поделиться своим опытом. Рассчитываем, конечно, на занятие призового места в данной эстафете. Хочу пожелать удачи, конечно, всем командам, пускай победит сильнейший. Два года назад наша команда, команда нашего РУД заняла первое место в этой эстафете. Первый раз, когда она проводилась в этом году, мы готовились и думаем, что повторить этот результат. Борьба на стадионе разыгралась нешуточная, ведь каждая доля секунды имела значение. Участники старались изо всех сил, а мотивации добавляли пришедших поддержать коллеги, друзья и семьи. Самой сплоченной командой болельщиков, на наш взгляд, отметились Барановичи. Барановичи! 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 Мы приехали с Барановичей и мы победим, потому что Барановичи самый сильный голод дает замениться. Помимо зрелищных состязаний, гостей эстафеты ждали традиционная солдатская каша, интерактивные выставки УВД и МЧС, а также мастер-класс по оказанию первой помощи. Паша, расскажи, с кем ты сегодня сюда приехал? С папой и братом. Болелицы за кого ты сегодня? Да. За кого? Барановичи за ОВД. Барановичи за ОВД. Хочешь быть будущим милиционером? А можно тоже? Да, но больше пожарным, наверное. Что понравилось в выставке? Много чего. Оружие, прокатились на машине. Город самых инициативных болельщиков и стал победителем комбинированной эстафеты. Барановичи забрали заветное золото. Второе место у команды Березовского ОВД, Пружанское ОВД – третье. Эстафета стала не только доброй традицией, но и семейным праздником, который помогает активно и весело поддерживать здоровый образ жизни среди сотрудников милиции. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Новости Бреста.